Шумбрачи Вечкевейский Алгат Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова программа «Шумбрат Раф» и я, ее ведущая, Татьяна Родионова. В 2024 году отмечается юбилейная дата, значимая для всего мордовского народа. 20 февраля исполняется 170 лет Юртову Авксентию Филипповичу, который посвятил всю свою жизнь национальному просветительству. Создание мордовского алфавита, издание первого букваря, перевод множества книг на ирзианский язык, этнографические и фольклорные исследования, благотворительность, просветительство – все это связано с именем юбиляра. Имя Юртова хорошо известно в нашем регионе еще и потому, что с 1833 по 1888 год Авксентий Филиппович работал учителем в Старобесовской школе, был открыт и успешно работает по сей день музей, и часть экспозиции посвящена Авксентию Юртову. Сегодня у нас в гостях руководитель этнографического отдела Музея Старобесовской школы Светлана Боксарева. Здравствуйте, Светлана Николаевна. Шумпрачи. Здравствуйте. Светлана Николаевна, мы говорим сегодня на разные темы, но взаимосвязанные. И первый вопрос вам. Расскажите, пожалуйста, как реализуется этнографический компонент в образовании в Новомолоклинском районе? Этнокультурный компонент в Новомолоклинском районе удачно реализуется. В частности, в нашей Старобесовской школе идет преподавание родного эрзианского языка и родной литературы. В других школах района имеются этнографические музеи. В таких селах, как Нижняя Юкушка, имеется этнографический музей по изучению культуры и быта чувашского народа. В селе Новочеремшанск, в селе Высокий Колок. Прекрасные музеи представляют татарскую народную культуру в селах Средний Сантимир и Старый Сантимир. И также представлен музей этнографический в нашей школе, Старобесской школе. Но в основном этнокультурный компонент у нас реализуется через внеурочную деятельность в школах района. И также в кружках дополнительного образования. В таких кружках, как культура народов Поволжья и знай и люби свой край, руководителями которых являются прекрасные опытные преподаватели. Светлана Николаевна, давайте теперь поговорим о близкой Вам теме, о музее, именно о музее вашей школе имени Юртова Аксентия Филипповича. Расскажите, пожалуйста, как он был открыт, когда и как он сейчас работает. Наша школа не случайно носит имя просветителя мордовского народа Аксентия Филипповича Юртова. Образованная как церковно-приходская школа в 1871 году и преобразованная через 6 лет в общественно-земское народное училище, школа уже в 1883-1888 годах опробировала впервые в России методику преподавания детей грамоте на родном эрзи-языке, разработанную учителем школы Аксентием Филипповичем Юртовым. Но Аксентий Филиппович Юртов в работе с учениками не ограничивался стенами школы. Он широко привлекал детей к неклассной работе, неклассной деятельности по сбору мордовского фольклора. В свободное от школьных дел время Аксентий Филиппович обходил мордовские деревни и села, пропагандируя книги на мордовском языке. Также со своими учениками он разбил парк, где были посажены молодые сосенки. Сейчас это вековые сосны, которые радуют своей зеленью наших односельчан зимой и летом. Наш этнографический музей был открыт с 1996 года. Как открылась наша новая школа, так и открылся как комплексно-кровический музей. В нем имеются два отдела. Это отдел боевой и трудовой славы, и вот отдел этнографический. С 2010 года этнографический отдел представляет не только культуру и быт мордовского народа, но и культуру и быт татарского народа в связи с подвозом детей из татарского села Старый Сантимир. Изюминкой нашего музея, конечно же, являются вещи, личные вещи Авсентия Филипповича Юртова. Они представлены здесь. Это салатница, кружка и письменные принадлежности. Можно просто попробовать и подержать это в руках. Да, это центральная экспозиция наша, посвящена именно Авсентию Филипповичу Юртову. Также у нас имеется, как бы, сделана экспозиция мордовского жилья, избы мордовской семьи, где на переднем плане с восточной стороны имеется красный угол, где у нас помещены старинные иконы. Также необходимым интерьером мордовской избе всегда была люлька, где находился маленький ребенок, который прикреплен к потолку бечевкой. И когда мать уставшая приходила с работы, она одной рукой качала люльку, а другой делала необходимую работу по дому. Мордовская семья и мордовский народ – труженики по своей натуре. Здесь у нас в музее представлены предметы быта. Мордова занималась издавна рыболовством, разведением скота, птицы. И здесь у нас также экспонаты представлены, и имеется даже сельский дворик. Для изучения национальных костюмов у нас представлены женские мордовские и национальные костюмы. Ребята с удовольствием изучают и проходят даже конкурсы в школе по куклу в национальном костюме, где ребята занимают призовые места. И вот отдельное место в нашем музее занимает именно кукла, которые заняли призовые места. Также в нашем музее имеются материалы о местном краеведе, журналисте Михаилу Сергеевичу Судареве, который написал и нашел легенды названия сел Старая Бесовка. Почему именно так они Старую Бесовку назвали? Центральное место также в нашем музее занимает стенд, который посвящен Серафиме Марковне Люлякиной, которая в 1991 году посетила наше село. Она посетила уроки еще тогда в старой школе. У нас была программа про эту прекрасную певицу, и мы не знали, что она была у вас в школе. Да, она была у нас в марте 1991 года. Она посетила уроки в школе и дала концерт в сельском клубе. Следующий стенд посвящен у нас Степану Эрзи. Светлана Николаевна, скажите, а насколько востребован ваш музей у гостей Ульяновской области? И может быть, не только Ульяновской области? Наш этнографический отдел музея очень востребован. Приезжают педагоги района совместно с детьми на экскурсии в наш музей. Приезжала делегация с Димитровградского краеведческого музея. Приезжают ребята из нашего района, педагоги. Приезжают отдельно ученики для того, чтобы составить какой-то проект исследовательский. Также стоит отметить, что наше село расположено на живописном берегу реки Большой Черемшан. Имеется у нас и лес. И поэтому, особенно в летний период, наше село часто посещает туристы. И имеется много дачников, которые тоже изъявляют желание посетить наш этнографический музей. Затем оставляют позитивные, хорошие отзывы о нашей работе. Светлана Николаевна, я знаю, что в вашем музее побывал даже внук Юртова Авгсентий Филиппович. Расскажите, пожалуйста, это очень интересно. Да, в нашем музее побывал внук Юртова, Юртов Анатолий Викторович. На юбилейные мероприятия, юбилейные конференции, посвященные Авгсентию Филипповичу Юртову. Мы его постоянно приглашаем. Он является у нас постоянным гостем. И вот он посетил наш этнографический музей. Как он узнал о вашем музее? В 1994 году в газете «Эрзянь правда» была опубликована статья Раисы Щенкиной о директоре Старбесовской школы Сударевой Антонины Федоровны, бывшем директоре. Эта статья попала в руки Анатолию Викторовичу. И завязалась переписка с нашей школой, которая осуществляется до сих пор. Очень приятно, да? Да. Светлана Николаевна, скажите, пожалуйста, кто проводит экскурсии по вашему музею? Это дети или взрослые кто-то? Как вы их готовите к этому? Ну, экскурсию проводят, конечно же, сами дети, подготавливают тексты по экспозициям. У нас имеется занятие Крывеческого музея «Знаю и люби свой край», на котором они подготавливают текст, просматривают экспозиции, распределяют между собой всю экскурсию, скажем так. И так проходит у нас экскурсия. Обязательно только ведут экскурсию сами дети, по своему желанию. И это у них хорошо, замечательно получается. Скажите, а будут ли проводиться какие-то мероприятия, посвященные 170-летию Юртова? Да, я вам скажу больше, что они уже у нас проводятся, эти мероприятия. В частности, весной мы проводили методическое объединение родных языков, учителей родных языков и литературы в селе Высокий Колок, где я давала открытый урок по теме Абсентий Филиппович Юртов, просветитель мордовского народа. Педагоги школы показали внеурочные занятия. И затем был организован круглый стол, на котором были обсуждены проблемы преподавания родного языка в нашем Новомолоклинском районе. Буквально недавно, в октябре, прошло региональное мероприятие, которое называлось «Этнокультурная мозаика». Тоже был преподнесен, скажем так, учителями нашей школы, проведен открытый урок, проведена гостям школы экскурсия по нашей школе и в наших музеях. Конечно же, к 170-летию Абсентия Филипповича Юртова в феврале в нашей школе запланированы юртовские чтения. Будут проходить классные часы и внеклассные мероприятия, я думаю, что по всему нашему Новомолоклинскому району. Светлана Николаевна, я благодарю вас за то, что вы приехали к нам, за вашу работу в музее, за вашу работу с детьми, за вашу память, которую вы передаете новому поколению. Тема краеведения в музейной педагоге, конечно, очень важна, когда мы говорим о сохранении национальной культуры. И, конечно, вклад Юртова Аксентия Филипповича в сохранение, в развитие мордовской культуры трудно переоценить. Об этом важно помнить всегда. И вам за это спасибо большое. А сегодня мы прощаемся с вами. До свидания, Светлана Николаевна. До свидания. Спасибо большое. Дорогие зрители, мы сегодня прощаемся с вами. И я хочу напомнить, что наша программа выходит каждую первую и третью пятницу на канале All Правда ТВ. И запись ее всегда можно посмотреть на сайте All Правда.ру. Субтитры создавал DimaTorzok